Здравствуйте! В эфире программа «Навстречу» и сегодня мы поговорим про татар. У нас в гостях Гульнур Ахмедшина, заместитель председателя Иркутской областной общественной организации «Татаро-Башкирский культурный центр». Гульнур Шафиковна, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Илья Бататарский истинный миссис Катя. Сразу в национальную среду вы нас погрузили. По традиции нашей программы предлагаю начать с небольшого блицопроса. Сова вы или жаворнак? Сова! Учить или учиться? И то и это. История или современность? Скорее всего, история. Город предпочтете или природу? Природу. Любимое ваше национальное блюдо? Пищ-пищ-пак. Пирожок треугольной формы, а начинка картошка с мясом. Отлично! Сегодня мы с вами поговорим про культуру и традиции татар. Сегодня у нас наш стол богато украшен различными предметами. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам пожаловали. Испокоен веков татары проживали в Сибири. Об этом свидетельствуют географические названия. Например, Байкал. Буай. Богатый. Куль. Озеро. Богатый озеро. Култок. Култок. Залив. Иркут. Ир. Мужчина. Кот. Душа. Мужская душа. А вообще татары 30% только живут на территории современного Татарстана. Остальные во всех регионах страны и по всему миру разъехались. Но вот живя в добрососедстве с другими народами, образовались этнические группы. Эти технические группы отличаются друг от друга диалектом и одеждой. А поскольку в Иркутскую область приехали татары со всего региона, то оказалось, что живущие здесь татары говорят немножко по-другому, одеваются немножко по-другому. И мне хотелось рассказать, вот это многообразие костюмов сохранить, рассказать и передать. Вот самое большое, конечно, казанские татары. И здесь, в Иркутской области, проживает и вообще казанский татар больше всего. Вот здесь я решила костюмы показать разных этнических групп татар и разных сословий. Вот перед вами татарка деревенская бабушка, девушка деревенская, молодой человек, городская девушка, сразу отличается в одежде. Интеллигенция, городская интеллигенция казань. А это нарядная одежда казанской татарки. Обратите внимание, четырехугольные платки у всех, это очень удобно. Вот, например, кормит ребенка женщина, она этим платком так прикрывает. Ребенка прикрывает, очень функционально. И закрыта у нас, всегда спина закрыта, чтобы все было в тепле. И еще обратите внимание, вот смотрите, жилет у мужчины, косоворотка, нет пояса, нет креста. Говорю, вот и как татарин, ни креста, ни пояса у тебя. Среди, а вот это вот у нас уже хан. И царь, и царица хан, тюмбекя, последнее правительство казанского ханства. У них одежда, естественно, отличается и по ткани, и по крою. Дело в том, что мы постарались здесь сохранить исторический крой и ткань. Все вот, соответственно, это не сувенирная продукция, это исторические костюмы. Среди татар выделяются еще татары, которые живут в Подмосковье. Это после разгрома Золотой Орды они пришли на служение казанскому князю. Вот они у меня, называются они Мишары, Подмосковье. Но здесь, посмотрите, чувствуется уже влияние русской культуры. Платочки треугольником связаны, и нагрудники. Жилетов уже нет, и в одежде чувствуется веяние русской культуры. Кстати, выходцы из Мишар Кутузов, полководцы, Суворов, Карбышев. Ну и дальше можно продолжить, потому что вот такие коренные татары, они испокон веков были воины и купцы. А купцы же, в свою очередь, тогда наделялись дипломатической миссией. Поэтому они были просветителями, которые связывали Центральную Русь, Средней Азии, например. Часть татар приняли крещение. Ну, это была государственная программа. Понятно, это были и казанские татары, и Мишары Подмосковья. А крещеным татарам за то, что они приняли крещение, давали льготы, царские льготы. Но первый льгот освобождается от воинской службы, второй дают надел земли, но надел земли давали на той территории, севернее Казанского ханства, где жили морицы. И вот, понимаете, сейчас одежда у них совершенно другая. Поскольку они крещеные, уже и пояс есть, и крест есть, и одежда другая, квалфак другой. Вот обратите внимание, чем длиннее вот этот платок, квалфак, здесь сзади платок, тем, значит, богаче женщина. Вот эти вот нагрудные, манисты, нагрудные, обратите внимание, манисты, это настоящие деньги. Их можно было использовать в качестве, вот нет денег, и можно было снять с нагрудника или с косы. Вот коса заплетена, говорили сначала, татарку сначала услышишь, потом увидишь, у него манисты. Там тоже денежки можно было снять, звенять, да. Ну, еще у нас есть на территории проживают татары при Урале. Вот они вот там, посмотрите, пожалуйста, вон там дальше, в черной одежде. Это татары, которые так или иначе с имели с башкирами при Урале живут. У них одежда на темном фоне красной цветы, тоже совершенно отличается, и платки по-другому повязаны. А вот там, в самом дали стоит крымская татарка. Вот крымские татары, крымско-татарский язык и казанский, вот этот литературный язык татарский, хотя и относятся к одной группе, к кипчакской группе тюркских языков, но они не ближние соседи. Вот крымским татарам ближним соседям является по языку азербайджанцы, турки являются. И одежда у них, обратите внимание, тоже отличается, отличается. Но вот эти вот, которые я вам представила, это наиболее часто встречающиеся субэтносы, проживающие в Иркутской области. А в Иркутской области у нас повсеместно проживают татары, и как давно они приехали на территорию области? Террически они всегда здесь жили. Например, переписки 1835 года в городе Иркутске насчитывалось 350 татар. А вот планомерно приезд татар был во времена Столыпинской реформы. Отдавали, специально выделяли земельные участки, они обычно дольше езд на дороге располагались, 20-30 километров. Это современно Ларский район, Нижнюгинский район, Чунский район, Заларинский. Вот там татарские деревни сохранились до сих пор. Ну, а потом был голод в 20-м году на Волге, 30-м году голод. И в эти деревни, которые основали татары, приезжали татару родственники оттуда, деревни пополнялись. В 30-е годы, годы репрессии, ну, тогда, конечно, деревни не обосновывали. А вот после войны была еще одна большая программа освоения Сибири. Вербовали людей для освоения сибирских и дальневосточных семей. Вот тогда много приехало татар и обосновали деревни. Тогда это уже не в Донжелезной дороге, а в Усть-Ардинский национальный округ. В основном, ну, буряты тогда перевели на оседлый образ жизни. Из европейской части приезжали русские татары, там украинцы, еще какие-то национальности. Большинство деревень из трех национальностей состоят. Татары, русские буряты. Они себя называют шуточно, мы БТР. Буряты, татары, русские. БТР. Дружно проживают вот эти три национальности. Деревень таких у нас много. Я сейчас время тратить не буду на перечисления. Вот этот наплыв. Ну, а потом вы не забывайте комсомольские стройки. Потом не забывайте, что у нас в советское время было распределение. Закончил в Уз Европе, отработал. И вот так же мой папа оказался в Сибири. Закончил аспирантуру в Казани, приехал отрабатывать Сибирь. И так остались, мы стали сибиряками. Татары, вообще татар много, можно сказать. Они занимают второе место в России. Это после русских по России второе место. А в Иркутской области третье место. Русские буряты и татары. У вас тоже национальный сегодня костюм. Расскажите, пожалуйста, про значение тех вещей, которые на вас, даже украшения, да, имеют определенное значение. Ну, значит, я одета, как казанская татарка, причем не сельская, а городская. Ткань, шелк, бархатный жилет. Значит, я принадлежу к сословию, богатому сословию. Ну, скажем, дворянского. Вот они дворяне были, по-другому назывались. Но все равно, по крайней мере, так. На голове колфак. Этот колфак расшит узорами, национальными узорами. И обязательно бусы, и большие сережки. Вот это все сережки, бусы и головные уборы у всех национальностей есть. У них есть два назначения функциональных. Первый – это оберег. Вот вы видели меня? Какая сережка большая там или чего-то. Все, сглаза уже не будет. А сглаза. У всех национальностей это есть. Ну, и второй жилет оберегает, закрывает у нас грудь, закрывает поясницу. То есть он носит чисто оздоровительный характер. Функциональный. Да, функциональный. Скажите, пожалуйста, про национальные ремесла. Вот вы сегодня принесли много вышивок. Женщины-татарки должны были обязательно быть рукодельницами. Вышивка стояла на первом месте. Почему? Потому что вот была такая традиция. Пришла невестка в дом, свадьба стояла. На другой день свекровка вдруг, по крайней мере, там, где я родила, вдруг просыпаешься утром, на стене ничего нет, ничего нет, все пусто. Девушка, невеста молодая, должна вытащить из своего сундука и украсить дом. Занавески с вышивками, подушки вышитые, подзоры, скатерти, все, должна дом украсть. И тогда приходят на второй день гости, на блины, как говорят, гости. У нас на оладьи приходят, как там она быстренько оладьи готовит. И смотрят, ага, ну, а рукодельница. Это уже была оценка. Это первое. Второе. У нас проходит национальный праздник с Абандой, там поподробнее расскажу с Абандой. Туда надо было вынести свое рукоделье, полотенце обязательно. Если в дом от одного с Абандой до другого в течение года пришла невестка, она должна вынести вышитые полотенца. Если в доме есть девушка на выданье, она должна вынести вышитые полотенца. Вы понимаете, это было своего рода соперничество, кто красивее, кто лучше вышивает и так далее. Я тут принесла вышивки, не много вышивок, но те, которые для татар наиболее характерны. Ну, во-первых, четыре типа вышивки у татар наиболее характерными являются. Первое – это гладь, ну, на усе, у народов есть, в основном, все вточные орнаменты. Гладь скатерти, салфетки, ну, в общем, только этот кусок, фрагмент. Вот этому изделию, это до войны еще, до Отечественной войны было вышито, мамой. Это из бабушкиного сундука. Вот эта салфетка, она специально закрывать. Дальше раньше не было буфетов. Покушали, посуду сложили, вот так закрывать посуду. Посудная салфетка называется. Все. И, как правило, она вышивалась вот таким цветочным орнаментом. Ну, это и аппетит передает, и красиво. Надо было бы как-то украсить тяжелый труд. Придешь домой, такая красивая салфетка, сразу аппетитно становится. Особое место, значит, занимают у нас платочки носовые, платки. Вот они вышли у меня тамбурным швом. Платок особое место занимает. Вот, например, девушка видит, что парень за ней ухаживает. Она принимает ухаживание парня. Парень принимает уже статус жениха. Она дарит платок. Вот если парень получила от девушки платок, все, он уже жених. Он уже имеет право послать сватов. Она дала согласие этим. Да, это давало согласие. И вот этот платок мужчины хранили всю жизнь. Это не то, что нос вытереть. Это, понимаете, символ любви, символ верности, символ преданности родине. В войну уходили солдаты с этими платками. И сколько случаев партбилет прострелен вместе с платком. А человек уходил на разведку. Ему нельзя было с собой документы брать. У него платок. И поэтому платку инвестировали людей. И сколько случаев описано. Попал человек в плен. У него ничего нет, кроме платка. Он из плена бежит, кому-то передает платок. Платок аж в 1956 году. Аж возвращались платки домой. И по нему определяли, кто это ушел на фронт. Вот эта традиция дарить платки сейчас уже исчезла. Я пытаюсь в центре потихоньку восстанавливать. Парни получают платок от девушки. Конечно, были те, которые несколько платков получали. Но это как раз не правило. Как правило, вот это один платок. Это верность одной девушки. И платки вышивали тайно, вечерами. Чтобы никто не знал про мои вздохи, охи и так далее. Вот это в стиле... И никто не знал рисунка, получается. Рисунка каждый сам придумывал. Да, каждый сам себе придумывал. Некоторые записали там, люби меня, люби меня. Ну, вот так вот. Это было все очень индивидуально и очень лично. Личное. Очень личное было. Вот я еще принесла тут тоже, чтобы показать два вида креста. Булгарский крест. Вот тут Булгарский крест. Он только характерен для болгар. Это мы одного происхождения. Болгары и казанские татары. Только для Булгарских крест. Я сейчас не могу, конечно. Я провожу мастер-класс, ребятам показываю разницу. Вот, наверное, многие узнают эти подушки диванные. Потому что они и русских есть. Это как раз взаимосвязь культуры, получается, в проектовении. Вот этот узор, наверное, восьмигранную звезду. Многие помнят, в доме были диванные подушки. Вот это я сделала копию подушки, которая была тоже вышита. В 1930-е годы была вышита мама. Она уже все истлела. Я просто сделала ее копию. А вот это Свекровкина. И Свекровкина сундука. Там тоже уже вообще я восстанавливала. Под микроскопом восстанавливала. Здесь она вышита простым крестом. Но она жила в Ташкенте. И поэтому тут уже в Вене несколько восточных мотивов. Восточные мотивы. Тоже восстановила в памяти внукам моим, что вот этот, моей Свекрови. Ну, еще есть у меня изделия. Я восстановила свадебное платье вышитое, мамино и так далее. Стараюсь вот из старинной вышивки. Сейчас еще бабушкина скатерть. Надо заняться бабушкиной скатертью. Восстановить. Особое место среди рукоделия занимает полотенце. Когда девушка выходит замуж, у нее должно быть, ну, минимум, минимум, уж самый-самый минимум, пять штук полотенца. Во-первых, дарит Свекрови. Полотенце дарит самому уважаемому гостю, самому уважаемому человеку. Тем самым невестка говорит, я вас очень уважаю, примите меня в семью, я вам вот самый лучший подарок даю. Ну, и Свекру полотенце дает. Одно полотенце вешают на стене. Вот у русских видели, вы всегда, наверное, иконы полотенцем украшают. Вот это икон нету. Зеркало украшали полотенцем. Три уже получилось, да? А ведь сабантуя нагрянет. Придут, значит, надо вытащить, значит, полотенце в подарок отдать. Ну, и одно надо при себя держать в сундуке, потому что вдруг придет какой-то знатный гость. Свекровь скажет, ой-ой, там у тебя не сохранился. Потому как вот знатному гостю подарок преподносит полотенце. Значит, вышивка полотенца нет особой традиции. Можно вышивать любым видом, вот из четырех видов. Но наиболее распространенным в наших краях это был вышиток крестом. Потому что вафельное полотенце удобно вышивать крестом. Вот это крест, это геометрический узор, а здесь цветочный узор. И украшали кончики либо кистью, либо вот кружевами вязанными. Два вида полотенца. А здесь у нас кружева представлена. А здесь представлены кружева. Вот представлены кружева. Ну и для любого народа самым актуальным является сохранение языка. Язык это душа народа. Наиболее у нас успешно по поводу сохранения языка, изучение языка, является Осинский район. Там в шести школах изучается язык на разных уровнях кружки, факультативы. И как предмет идет, дополнительный предмет. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Усть-Ардинского округа, чтобы и в остальных пяти районах вести изучение татарского языка. А там у нас в Соларях изучают, в Иркутске воскресные школы. Второе, конечно, это сохранение культуры. Фестиваль мы проводим, фестиваль. Сейчас Ангара Талнара Алтанкаляпуш прошел. Это у нас 90 детей и около 70 взрослых выступали в пяти номинациях. Три возрастные группы. Победители поедут в Новосибирск. Будет проходить 12-й федеральный фестиваль, конкурс-фестиваль. Собирает в Новосибирске звезды. А вот победители с нашего региона уже поедут в Казань. Уже на международный фестиваль поедут. Вот сейчас во все годы мы получали очень достойные места. Представляли Иркутскую область в Новосибирске. Ну и даже попадали в Казань. И следующий момент. Это мы должны сохранить свои традиции народные, обычаи. Наверное, у всех на слуху Сабантуй. Вот мне, например, так было обидно. Вот работаю. Ой, Сабантучик, там выпивка к Сабантучику. Вот к выпивке Сабантуй никакого отношения не имеет. Вот запомните раз навсегда. Татарские праздники проходят без алкоголя. Татары не пьют. Это уже Сабантучик совсем другое. Сабантуй был включен в список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Не каждый народ может похвастаться этим. Что такое Сабантуй? Ну, давайте начнем с перевода. Сабант значит, плуг, туй — это праздник. Татары — оседленный народ. Земледелие. Начинается начало весенних работ не до праздников. Отсеялись. И вот получается такой период, где-то две недели. Уже отселись, а сенокоз не наступил. И вот в это время проводится праздник Сабантуй. Это праздник, фактически, спортивно-культурный праздник, межнациональный. Он уже стал интернациональным праздником. Здесь выступают и творческие коллективы, и выставка мастера, и продажа изделий ремесленников местных, и культурная программа, и спортивная программа. И вот самым важным являются скачки. Скачки и крэш. Крэш — борьба, национальная борьба. А вот надо же награждать, праздник награждать надо. Поэтому накануне, за день до праздника, идет группа инициаторов. На деревне это запряженный конь, арба там. Все это украшено с песнями, с гармонской скляткой из дома в дом. И большой шест. Хозяин заходит, и хозяйка должна вынести подарок для следующего награждения. Вот выносит полотенце, скажем, и его на шест завязывают. Вот так, представьте себе шест. И вот пошли отрезы, вот это, вот это вот, вот это могут завязать. Пришли вот сюда, завязали, завязали. Вот шест с такими подарками. Вот длинный подарок. На следующий день, когда начинается банду, этот шест вставляет в центр. И пришел на скачках первый парень. Выбирает самое красивое полотенце, и ему на шею вешают. Ну, каждый знает, что это полотенце. Если повесили мое полотенце, при первом пришедшем, значит, я первая рукодельница в селе. Целый год боритесь рукодельницей, чтобы это место получить. Скажем, и то же самое борцу. Борцу полотенце на шею повесили, и еще дали барана. Это обязательно атрибут барана дали. Ну, еще мелкие всякие, перетягивание каната, битье горшков, значит, с ведрами соревнуются, воду таскать и так далее, и так далее. Сабантуя у нас по области в разных регионах проходит специально для того, чтобы привлечь больше народу, живущих в этом регионе. В Айсея был, в Золарях был, в Иркутске был, и так далее. Вот в этом году будет в Уссольском районе. И на Сабантуе всегда богатое угощение. Особенность нашей кухни – это обилие изделий мучных, стрипня, очень много стрипней. На первом месте стоит чак-чак, это медовая горка. Его готовят когда? Когда свадьба, новоселье, на большие юбилеи, на большие праздники готовят. На втором месте, я бы сказала, белиш. Белиш – это большой пирог с разной начинкой, и вот по этому белишу тоже можно определить, где, в каком районе. Вот если вы едите с мясом и с гречкой, значит, точно это Кукмарский район. Если с мясом и с картошкой, это, значит, Казанские. Если лето, значит, с рисом, там с изюмом, с курагой и так далее. В общем, с разной начинкой. Большой пирог. На третьем месте, я бы сказала, он тоже стал уже брендом. Это еще почему? Треугольник. Я читала, что татарские хозяйки обязательно пытаются угостить гостя всеми блюдами, которые на столе выставлены. И гость обязан, чтобы уважить хозяйку, все попробовать. Правда ли это? Обязательно, обязательно. Вы знаете, там целый ритуал. Вот я, например, зашла, нечаянно, а у вас там на стол накрыто. Вам вроде позвать меня надо в гость за стол. И в то же время вы не хотите, чтобы я села за стол. Вы один раз меня приглашайте. Если после одного раза приглашения я села за стол, то я нахалка. Как же? Один раз его пригласили, сразу подскочила, села за стол. Если хозяйка истинно хочет вас угостить, она два раза вас пригласит. После второго приглашения вы не имеете права отказаться, вы должны сесть за стол. Но если вы после второго не сели, третий раз вас приглашать не будут. Имейте в виду, и больше вас вообще в этот дом звать не будут. Если села за стол, я обязана все попробовать помаленечку. Если я какое-то блюдо не пробую, я не уважаю хозяйку. На Сабантуе девушки знакомятся с парнями, потому что тут они видят, кто красивый вышивает, кто сильный, все. У нас еще один народный праздник есть. Хоземаса, осенний праздник. Но он может не столько правильный. Татары держат гусей. И в ноябре месяце, когда первые холода наступают, надо гуси щипать. Хозяйка приглашает девушек молодых, женщин молодых, помочь. Куаз – это гусь, а эмэ – это помощь. Быстренько общипывают гусей, моют, идут к речке. И вот тут проверяется, какая девушка быстро, хорошо щипает гуся. И тут же парни, ходят тут же парни, они помогают по хозяйству, забор поставят, крышу починить. То есть всем миром в этой семье сегодня оказывают помощь. Потом девушки на коромысло вместо ведер нанизывают гусей и идут к речке. Молодая, бежит впереди, песни поют, бросают пух. И для того, чтобы на следующий год тоже гуси были большие. И вот тут уже показатель. И как девушка, сколько гусей, одного или трех гусей она успела почистить, общипать. И как она чисто общипала. И второе – хозяйки, каких она гусей вырастила, больших или маленьких гусей. А в это время у хозяйки кто-то остается из женщин и готовит суп-лапшу из гуся. Из гусиного жира делают оладьи, угощают всех. И вот я помню, мы жили в деревне, это было целые ссоры были. Никто не хотел оставаться дома. Все хотели идти на речку, потому что там весело, все. Надо показать свое мастерство. И вот тут уже девушка, те, которые понравились во время Сабантуи, они уже видят, какая она красивая. Весной уже ее приглядел. Весной приглядел. Она мастерица, там вышивает, поет. А тут уже смотрит, как она вообще работает, как она сноровиста, как она работает. И после указы мастерства уже можно посылать сватов. Уже начинаются свадьбы. Отлично. Гульнур Шафиковна, спасибо вам большое за интересный разговор. До свидания. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Навстречу». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова